Россия возвращается к исследованию крайних северных широт Мирового океана. Специальные научные суда ледового класса будут построены в том числе и для военно-морского флота. Об этом было заявлено сегодня после выхода в кругосветное путешествие корабля Балтийского флота «Адмирал Владимирский». Такого события ждали 30 лет. Кораблю перед кругосветным походом устроили торжественные проводы с оркестром и выносом Андреевского флага. Впереди несколько месяцев в неспокойных северных морях, поэтому последние минуты перед отплытием моряки проводят с семьей. Сергей Мурзанаев впервые отправляется в такой длительный поход. Для него кругосветка – это в первую очередь романтика и время для саморазвития. Взял с собой краски, буду учиться рисовать книги, которые давно не мог времени найти, почитать. Думаю, там я найду время прочесть все эти книжки. Последний раз российские моряки выходили в кругосветное плавание 30 лет назад, причем на этом же самом корабле. «Адмирал Владимирский» в 1983 году вместе с еще одним исследовательским судном Фадей Белисгаунзен повторили путь русской антарктической экспедиции. Тогда исследовали воды Южного полушария. На этот раз задача пройти по малоизученным океанским участкам Северного морского пути. Загадочная Арктика, побережье Новой земли, острова Октябрьской революции. Необходимо оценить экологическую обстановку и решить, как осваивать этот стратегический район. Одна из задач, конечно, это исследование Северного морского пути, его всех направлений, деятельности, для того, чтобы нам работать там. Потому что все-таки развивается и промышленность, и мы видим, насколько интересен всем шельф номерового океана. Тоже этим вопросом занимаемся серьезно. Адмирал Владимирский выйдет из Кронштадта в Мурманск, пройдет по Балтийскому Северному Баренцему морям, затем направится к Канаде. И после остановки в Ванкувере проследует к берегам Центральной Америки. Далее через Панамский канал судно выйдет в Атлантический океан, пересечет его и, пройдя проливом Ла-Манш, южной частью Северного моря, датскими проливами, замкнет маршрут в Балтийском море. Вместе с экипажем в кругосветный поход отправится большая команда ученых. Это океанологи, географы, биологи, метеорологи. Всего 120 человек. Одна из главных задач – уточнить навигационные карты Мирового океана, которые были составлены еще в советское время. Бывают впадины или вершины, которые ранее не были обнаружены или записаны на карте. Это может быть какой-то слой солености, который в океане, океанская вода похожа на слоеный пирог. Это же все знают. И там каждый слой своей солености, электропроводности и скорости звука. Данные, скрытые в океанских глубинах, о рельефе, дна, течениях, грунтах, раньше собирали вручную при помощи простой лебедки. Сейчас у команды есть самое современное оборудование для точных подводных измерений. На судне перед походом провели капитальный ремонт. Сердце корабля – машинное отделение. Во время похода здесь будут трудиться два десятка механиков. Оба двигателя по 8 тысяч лошадиных сил готовы к автономному плаванию в течение четырех месяцев. За 125 дней будет пройдено более 25 тысяч миль. За это время ученые успеют обогнуть земной шар и в прямом смысле проложить путь для других кораблей. Судно впервые пройдет северным морским путем без ледокольного сопровождения. Ходили небольшие корабли недалеко, в Карское море. Последний раз полный проход был, в 43-м году лодку переводили. Как только корабль отшвартовался от причала, одновременно около 700 моряков замахали ему вслед без козырками. Римма Берулава, Сергей Шилов, Владислав Пасечко, Ксения Угарова, Первый канал, Кронштадт.